Взрыв на улице Блюхера раздался около четырёх утра. Звук разбудил многих жителей домов, расположенных неподалёку. Люди говорят, от ударной волны задрожали стёкла в окнах. Дом почувствовал даже. Дом почувствовал сам, понимаете. Вставала в туалет, вставала. И что-то бахнуло. Я слышала, бахнуло кто-то. Я выглянула в окно, сюда, туда. Думала, может быть, машина. Бывает машина. Ничего. А сегодня утром слышу, долбает. Что произошло, пенсионерки узнают на прогулке. На первом этаже небольшого торгового дома произошёл взрыв. Банкомат, короче, взорвали, а что произошло, не знаю. Банкомат находился в пристройке. Общая дверь с мастерской одежды, говорит её владелец. В помещении взрывом разворотило манекены, разбросало во все стороны вещи, которые приносили на починку. Злоумышленники, скорее всего, световой датчик рекламной вывески приняли за видеокамеру, говорит владелец мастерской, потому что его повредили этой же ночью. Злоумышленники забрались на крышу пристройки, разобрали её, проникли внутрь помещения, заложили взрывное устройство, иритировались. И через несколько минут после этого произошёл взрыв. Если быть точным, на всю операцию злоумышленника вышло две минуты, говорят в приватбанке. Именно этому финучреждению принадлежит взорванный банкомат. Приехавшие на место ГСОшники злоумышленников на месте уже не застали. Банкомат, оснащённый специализацией и другими мерами защиты, подал сигнал на пульт централизованной охраны. Оперативная группа прибыла к месту события через три минуты, но задержать преступников не удалось. Кассеты с денежными средствами остались на месте. То ли воров преследовал злой рок, то ли на дело ходили неопытные аниматоры, но унесли с собой злоумышленники пустую кассету, стало известно новостям ОТН. В милиции информацию о похищении лишь одного контейнера подтверждают. Говорят, наличие купюр в нём устанавливается. А в банке уверяют, что преступникам не удалось похитить деньги. Имел множественные повреждения. На момент осмотра он находился в открытом состоянии. И было установлено, что пропал один из контейнеров, в котором находились денежные купюры. Свою оценку действий злоумышленников согласился дать технический специалист одного из банков города. Говорит, работали, скорее всего, горе-медвежатники, которые оказались ещё и неудачниками. Устройство банкомата предполагает хранение до шести кассет и пустых и наполненных в равных условиях в бронированном сейфе. Как правило, банкомат сначала выдаёт суммы крупными купюрами. За день такой контейнер вполне мог опустошиться. На извлечение всех кассет у опытного специалиста уходит до 4-5 минут. У злоумышленников этого времени не было. Скорее всего, опасаясь быть пойманными, они схватили единственную кассету, которую удалось вынуть, и дали дёру. Возможно, установить истину удастся правоохранителям. Открыто уголовное производство по статье «Кража». Татьяна Датсяк, Андрей Радич, Агентство телевидения новости.